Следующая от Татьяны Олейник. Геннадий Петрович, снимаю шляпу перед вами. Вы гений, хорошо, и очень смелый человек. Ну, стараюсь. Это тоже мы сейчас разберем. Много себе вылечено с помощью ваших книг. Благодарю вас от всей души и дай Бог вам счастья, здоровья и удачи во всем. Храни вас Бог. Благодарю, Татьяна, и вам. Счастья, здоровья, удачи и пусть хранит вас Господь. Это же относится к моим пожеланиям ко всем подписчикам канала. Я вас обнимаю. И вы это почувствуете, этот посыл обязательно почувствуете, потом напишите мне. Так, значит, немножечко разберем. Вот у меня есть такая особенность цепляться за каждое, будем говорить, вот такое вот, за каждое буквально такие слова. Снимаю шляпку перед вами. Это про геморрой, да. Вы гений и очень смелый человек. Ну, насчет гения. Я бы как-то, вот я как-то себя не так высоко не оцениваю. Вот. Еще не дорос. И очень смелый человек. Вот что касается смелости. Давайте поговорим на тему смелость. Это очень интересная тема. Конечно, знаете, в детстве там одна смелость, в юности это другая смелость, в зрелом возрасте это совершенно иная смелость. И, наконец-таки, в пожилом возрасте это тоже. То есть, градации смелости самые различные. Вот смотрите, вот смотрите, смотрите. Я в свое время, в детстве, испугался. Испуг был сильный. Что у меня проявилось, вот я все рассказываю, вот этими белыми пятнами, ведь Илья высыпало у меня. И вот, как бы, для того, чтобы отчасти преодолеть этот страх, я работал водолазом. Водолазом, спасателем. На Кавельской спасательной станции. Значит, что такое водолаз-спасатель на реке? Вот, лично я никого не спас. Потому что, когда человек тонет, здесь увидели, что утонул. Ага, пока прибежали, прошло время. Пока, значит, нашли его. Тоже время, грубо говоря, уже человек мертв. Но, в чем проявляется смелость? Смелость проявляется в том, что ты лезешь в воду, В которой ничего не видно, в реках на глубине 2, а тем более там 3 метра, Ничего не видно, ты на ощупь. То есть, вот я опускался и летом, и зимой, и там. И на ощупь искал, значит, утопленников. Не каждый человек отваживается на это. Среди водолазов. Не каждый человек. Вот я вот это вот преодолел. Далее была такая, такая смелость. Это уволиться с работы. Все мы выросли в Советском Союзе. Все мы работали. Все мы работали. И тогда пынеядство и наказывалось. Но в моем случае я не собирался там отлынивать от работы. Просто у меня была уже семья, у меня были дети. И в 90-м примерно году, а я женился в 81-м, Ну, то есть, уже оба ребенка были. Мне надо было заботиться о семье. Я уже стал начальником спасательной станции. И ввел к этому времени такую, довольно-таки, бурную оздоровительную деятельность. Клуб у меня был «Бодрость». Я начал писать книги. И вот я, значит, решил самостоятельно избрать путь писателя, который рассказывает о человеке, о его здоровье, о путях развития. И решил рассчитаться. Повторюсь, я уже был начальником спасательной станции. Место нормальное. Денежки есть. Не особо там, не весь какие там. Но, тем не менее, по тем временам это вполне нормально. А если бы я еще и рыбку ловил там на речке, то... Вот, но, тем не менее, я вот сделал такой шаг. И считаю, что это очень смелый шаг был с моей стороны. Что я рассчитался. И до сих пор я безработный, хотя уже пенсионер. Я иду своим путем. Я делаю вот книги там, были написаны потом там, так далее, так далее. То есть в этом направлении, которое я выбрал. И вот, знаете, если ты действительно смелый, вернее, если ты почувствовал, что это твое в жизни, твое направление, которое ты должен, ну, Бог говорит, тебе интересно и плодотворно в нем ты чувствуешь, не думая даже о денежном каком-то там вознаграждении, вот. То ты этим делом вот занимаешься увлечен, вот как я сейчас увлечен, я вам рассказываю, там, показываю. То это приветствуется, и тебе начинают оттуда помогать. Это очень интересное явление. Вот. Вот это был смелый поступок. Дальше был смелый поступок, это когда я ушел с первого канала. Люди, естественно, стремятся попасть на первый канал. Это вообще удача, я не знаю, как вы вытянули там лотерейный билет на миллиард рублей. То есть попасть ведущим на первый канал. Вот. И работать на нем, естественно. Там как-то все открывается, все двери в обществе, когда ты работаешь на первом и тебя знают. Но, когда я увидел, что передача поменяла свое направление, это вы можете посмотреть последние 15 передач Малахов Плюс, я понял, что это просто-напросто моя творческая смерть. И я вот с таким, с каким-то там ледяным спокойствием, вот я несколько раз там сказал, меня не услышало там начальство, там никто меня там не услышал. И это, я так понимаю, особо не хотели слушать. Я просто-напросто взял и ушел. Как, что будет дальше? Что, чё, как? Как общество там скажет? Вот я даже сейчас у меня обложка журнала Астар. Написано, тайна его исчезновения, куда я пропал, что там случилось. То есть это был очень смелый поступок. Это, можно сказать, вызов вот этому вот обществу, которое вот думает, что если тебя, значит, повязали деньгами, всё, ты их. И вот один корреспондент, там как раз писали потом разные там статьи на эту тему. Вот он правильно написал, вот думали, да, дали и дали, что это, грубо говоря, за зарплаты, всё это такое. И он теперь будет безропотно там делать и так далее, и тому подобное. А вот он оказался совершенно иным. Я не хвастаюсь, я просто рассказываю, что я вот против того пути, который я избрал, я не пошел. Я продолжаю по нему идти, хотя там с разными там нюансами. То есть очень важно иметь смелость отстоять себя по жизни. Это очень важно. Ну вот, ну и пожалуй, что касается смелых поступков, ну дальше, допустим, какая там смелость в детстве особенно появлялась у меня. Это значит прыгнуть там с высоты, то есть я, особенно в воду, я, какая вышка есть, я с такой вышки прыгал, для меня как-то это не проблема. Ну вот, важно иметь смелость быть самим собой. Это очень большая смелость и роскошь, понимаете. Общество ее не принимает, оно сформировало тебе порочно вот это кармическое тело, которое тут, типа ты тут какой-то вот этот самый, клоун, балаганщик и ничего серьезного ни сказать, ни рассказать, ни дать не можешь. Продолжение следует...